Доброго времени суток, друзья! Всех с праздником 1 мая! В Казахстане этот праздник называется День Единства Народа Казахстана. Правда, судя по опросу в Инстаграм, далеко не все отмечают этот праздник. Только 15% опрошенных респондентов, 85% этот праздник не отмечают. И на это есть свои причины. Наверное, первое – это война в Украине. Война в Украине расколола общество. Большинство выступает за Украину, меньшинство поддерживает Россию. Но хочу сказать, что вот этот раскол случился гораздо раньше. Национализм в Казахстане на самом деле связан далеко не с Украиной. А тут надо отмотать пленку на несколько сот назад. Все началось еще во времена Царской России, затем во времена Советского Союза. Все прекрасно помнят события декабря 1986 года, когда Кремль просто грубо не считался с интересами национальных республик. И то знаменитое выступление казахстанской молодежи, которое всколыхнуло весь мир. То есть Казахстан показал себя гораздо раньше, чем все остальные республики. Вот. И мы сейчас идем по улице Кенесары. Раньше она носила имя Карла Маркса. Вот справа вы видите жилой комплекс Гранта Латау от корпорации Куат. Кстати, обанкротилась. Слева один из офисов партии Аманат, бывший Нуротан. Что я еще хочу сказать? Я сам коренной житель, целеноградский. И прекрасно помню, конечно, что в советские времена, затем в первые годы независимости, этот в воздухе витал некое напряжение, конечно, между представителями казахской нации, представителями других наций. Такие моменты были, но это был бытовой национализм. Насколько я помню, столкновение такое в целенограде было только одно, когда представитель одной нации лишил жизни девушку, и казахская молодежь пошла в лесозавод крушить все. Кто-то говорит, что это была хулиганская выходка, кто-то, что все это было на межнациональной почве. В любом случае, к счастью, власть из сего веки быстро пресекает такие моменты, и каких-то таких серьезных столкновений в Астане больше не было. Но бывают такие моменты, например, когда съемочную группу Первого канала поколотили ребята. Ребята сказали, что якобы российские журналисты нелестно отзывались о Казахстане, у них взыграла кровь, и они пустили в ход кулаки. На самом деле, россияне, они тоже часто дают повод для провокации. Я их понимаю, почему? Потому что это уже, наверное, под коркой какое-то имперское прошлое, великодержавный шовинизм. Поэтому мы часто слышим заявления от российских политиков, от российских звезд шоу-бизнеса, которые приедут в Казахстан, заработают кучу денег, потом возьмут и еще и обхают. То есть, ну это, во-первых, некрасиво, во-вторых, как-то неблагодарно. Затем, ну это, конечно, не массово, но есть такие факты. Затем бывают такие вещи, когда люди здесь живут, зарабатывают, состоятся, наберут капитал, все такое. Потом переезжают в Россию и начинают говорить о каких-то притеснениях, о том, какие мы такие, сякие. Например, известный журналист Ярослав Красиенко. У нас на радио тоже работала такая девушка. Она переехала в Россию и потом стала говорить, что вот тут все так плохо, что вот над русскими издеваются и так далее. Хотя на самом деле такого вообще близко нет. Вы, наверное, заметили, что я прекрасно говорю на русском языке. Представьте, если бы здесь действительно притесняли русских, русский язык, говорили бы казахи на чистом русском языке не хуже россиян. Конечно, нет. То есть вы в любой госорган, в любую организацию можете прийти. Если вы не знаете на казахском, вы обратитесь на русском, и вам на русском ответят. Просто если кто-то не может ответить, то это люди, приехавшие из других регионов, которые просто, может, плохо знают русский язык. Вот и все. То есть у нас не Прибалтика. Слева от меня одно из зданий многочисленных департамента комитета национальной безопасности. Это как раз бывший КГБ, как раз орган, который отвечает за то, чтобы соблюдалась межнациональная стабильность и так далее. А мы идем на праздник. В городе сегодня несколько точек. Мы идем на празднование, которое проводит Акимат района Сарарка. Оно будет проходить, а, вернее, уже проходит возле Акимата, города Астаны. Обычно мероприятия проходили уже на Дималус-Променад, но сегодня вот решили провести там. Что еще хочется сказать по поводу бытового национализма? Мы часто приводим пример Дубай, да? Хотим жить как арабы. Но хотелось бы и сказать о том, что арабы, они очень четко отстаивают свои интересы. Как, в принципе, и любые другие страны мира. А Казахстан почему-то до сих пор не научился отстаивать интерес. И сегодня вот многие френды стали со мной спорить, мол, в том, что мы так живем, виноват не Кремль, не Россия, а виновата коррупция. Отчасти они правы, потому что невыгодные для страны контракты заключала семья. Вы, в принципе, догадываетесь, о ком идет речь. Невыгодные для Казахстана контракты. Но, думаю, они зато свою маржу поймали, а страна ничего не выиграла. Поэтому у нас экспаты, которые делают одну и ту же работу, могут получать в десятки раз больше, чем казахстанцы. Вот. И это, конечно, не очень хорошо. И здесь вот сейчас, в Казахстане, идет работа по тому, чтобы перезаключить соглашение о разделе продукции, чтобы учесть интересы страны. Конечно, сразу все в односчастье не изменить то, что 30 лет было. Поэтому этот процесс идет. Просто я хочу сказать, что мы должны все-таки отстаивать национальные интересы. И в то же время, конечно, соблюдать мир. Почему? Потому что мир – это очень главное достижение. Как помните, было в советское время. Мир, труд, май. Вот. Поэтому сейчас мы подойдем на площадь. Вы увидите, как там все красиво, как проходит. Ну, а здесь полиция. У нас все время боятся митингов. Кстати, Мухтар Аблязов за участие в победном митинге обещал 50 миллионов тенге. Ну, это, конечно, мечты, мечты. Вот такие интересные декорации. Можно поставить свое лицо и сфотографироваться. Вот. Вот еще продолжение. Казахстан остается многонациональной страной. У нас около 100 народов. В первую очередь казахи. На втором месте русские. Затем идут узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы, корейцы. То есть здорово, что мы не как Япония, где одни японцы. Ну, вроде 1% у них корейцев еще есть. Так. Праздничная торговля. Давайте посмотрим, что у нас продают тут. Может, что-то интересно, ради чего стоит сюда приехать. Так, это, видать, хендмейт. Ручная работа. То, что люди сами делают. Да, здесь в основном кэдмейт. Здесь бижутерия. А вот еще какие-то куклы, которые сами делают. Ну, здесь, да, вот игрушки разные, которые сами делают. Ага. А выпечка тут есть. Ага. Отлично. Да, выпечка. А ну-ка, давайте подойдем. Во. Здесь, смотрите. Соростовые фигуры. Батыры. Ага. Так. Ромада, пласа. Ага. А это верблюд. Так. Интересно. Ага. О, какой высокий. Так, арбессеринг. Можно испытать свою силу. Будовые гири. Да. Ну, что-то интересное. Просто, может, погода. Может, просто люди еще не знают, что здесь на самом деле так интересно. МОЛАР МАЯ. А-а-а. СОЛОГОР МИТНАРДАГАДЫ. СОЛОГОР МАЯ. Продолжение следует...